Студентам Щелковского колледжа удалось побывать на экскурсии в эфирном центре телерадиокомпании Щелкова. Наши сотрудники рассказали все о работе на телевидении, особенностях съемочного процесса, словом, устройстве нашей внутренней кухни. Во дворе радушно встретил экскурсантов заместитель генерального директора Екатерина. В поле ребят ждет небольшой экскурс в историю телеканала, рассказ о географии командировок и новости из жизни нашего коллектива. Проходим в эфирную аппаратную, по ту сторону экрана здесь работают настоящие мастера своего дела и на все руки. Например, Настю, инженера телетрансляции, нередко можно увидеть за рабочим местом с паяльником в руке. Она же внесла огромный вклад в оцифровку кассет, материалы из которых стали настоящей летописью нашего города. ВХС, не знаю, помните вы такие или нет, кассеты были в свое время, заставили. И ДВК, это уже более профессиональная вещь на камерах. Их мы оцифровывали, у нас был огромный зал с кассетами, их мы оцифровывали и все это превратилось в маленький ящик с пожатым материалом. Коллега Настя по отделу Влад тоже инженер телетрансляции, но придя на телевидение раскрыл себе новые таланты и теперь ведет новостные программы. С удовольствием познакомил экскурсантов с нюансами работы ведущего и незаменимым в ней помощником телесуфлером. На первый взгляд читать по нему просто, но внимание на экран. Россия – мои горизонты. В школах страны состоялось Российское родительское собрание. Что чувствуют родители, оказавшись на месте своих выпускников, узнаем из репортажа. Собрались 18 рядов образовательных учреждений городского округа. Молодец! От нашего опытного оператора Сергея ребята узнали много нового о видах операторской техники и даже кое-что о походке ниндзи. То есть мы подсаживаемся чуть-чуть и на полусогнутых ногах плавно двигаемся. Взяв в руки стабилизатор, даже крепкие ребята смогли ощутить на себе, что работа оператора не только творческая, но несет в себе большую физическую нагрузку. В помещении дальше раздаются стуки клавиш. Это наш белый зал, где рождаются репортажи. Ведь именно здесь корреспонденты получают редакционное задание, с которого и начинается большая командная работа. Понятно, что мы работаем вместе с оператором на съемке, но здесь важно понимать, что вообще любой процесс создания того или иного сюжета, даже если это минута в эфире, это большая работа целой команды людей. Все расписано. Отредактировал редактор. Что дальше? Дальше текст надо начитать. Попробовать себя в этом деле захотели многие. В телевидении мы провели экскурсию в эфирном комплексе. После будущий репортаж передается в руки монтажера. Наша талантливая Анна рассказала об основных принципах монтажа и их правилах. Когда-то была предложена такая история, когда операторы снимают, есть шесть планов, которые они могут снять. И эти планы монтируются не абы как, да, то есть один, вот этот с этим. Ребята узнали и о том, как корреспонденты пользуются в своей работе тем самым архивом, о котором мы говорили в начале. Можете себе представить, сколько бесценных исторических кадров удалось накопить сотрудникам Щелковского телевидения за 32 года. Посмотрите, например, как строилась наша стометровая красавица-телевышка. Где еще увидишь эти кадры? Напоследок пообщались с участниками экскурсии и услышали много приятных слов. Романтика в том, что вот ты включаешь этот канал и то, что, ну, это твои знакомые места, твои родные улицы. И мне от этого очень тепло и спокойнее становится, особенно когда много позитивных новостей. Радует именно сплоченность коллектива, съемка на высоте и звук очень приятный. И, в принципе, подача информации очень ударная. А для меня это очень немаловажно, как зрителю. Я горжусь, что в моем городе есть такое телевидение, где есть такие хорошие сотрудники, которые правильно работают, правильно выполняют свою работу и любят свою работу. Я очень этим горжусь и хочу встать в их ряды тоже. А присоединиться к нашей команде несложно. Приглашаем пройти стажировку на телеканале с 30-летней историей. Учиться у профессиональных ведущих, корреспондентов, операторов, инженеров, видеомонтажа, режиссеров. Снимай, пиши, делай графику, делай то, что ты любишь и получи работу в штате по результатам стажировки. Виктория Мельник, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.